всем привет я анной скина и добро пожаловать на мой канал в этом мастер-классе я покажу как в одной работе совместить две техники калейдоскоп и филигрань и выполнить красивый кулон для работы мне понадобится полимерная глина и уже выполненная колбаса калейдоскоп скалка или паста машина ножнички канцелярский нож или лезвие экструдер инструменты для моделирования глянцевый лак и кисточка супер клей инструменты для сборки фурнитура бисер и бусинки а также эскиз по которому я буду ориентироваться острым лезвием я отрезаю тоненький кусочек от колбасы калейдоскоп этот тоненький кусочек я кладу на кусок пластики толщиной примерно 2-3 миллиметра и прикатываю скалкой кладу на узор кусочек пленки разравниваю ее на пластике и формочкой через пленку выдавливаю необходимую мне форму получается красивый квадратный кабошон с округлыми краями и эту деталь я размещу в центр моего кулона беру кусочек светло-бирюзовой полимерной глины раскатываю в тонкий пласт толщиной примерно 2 миллиметра и по центру закрепляю выполненную ранее заготовку для дальнейших действий мне понадобится экструдер я выбрала насадку с мелкими дырками заполняю экструдер голубой пластикой закрываю насадку и выдавливаю полимерную глину у меня получаются длинные тонкие нити и я выполняю нити трех цветов голубого белого и розового эти цвета на мой взгляд лучше всего подойдут моему кулону и после этого я очень аккуратно начинаю закреплять нити вокруг заготовки закрепляю сначала белую а затем и голубую нить конце этих нитей свободны снизу и сверху от кулона я беру стеклянные бусинки и закрепляю с одной из сторон и вокруг этих бусинок нужно будет оплетать эти нити но сначала я делаю бисерную полоску я беру кусочек проволоки загибаю ее под углом 90 градусов как и угол центрального квадрата нанизываю на проволоку бисер золотого цвета отрезаю ненужные лишние концы и вставляю на место хорошенечко вдавливая поверхность и вокруг уже этих элементов вокруг бисера и бусинок я оплетаю нити из полимерной глины дальше я добавляю еще бусины и закручиваю нити вокруг них в работе я себе помогаю моделирующим инструментом это очень удобно а бусинки вставляю при помощи плоскогубцев когда я закрутила весь узор который хотела я добавляю нити с боков от кулона чередую разные цвета эти полоски добавят клону массивности и детализации сверху я хочу выполнить крепление для этого на штифт я нанизываю бусинки затем вырезаю кусок пластики лишний и вставляю этот штифт в основу прямо с бусинами по краям от этой бусины я накладываю несколько разноцветных нитей из полимерной глины снизу этого кулона я хочу разместить такое же крепление но на него я буду подвешивать крупную бусинку поэтому и снизу я выполняю все то же самое на штифт нанизываю бусинку подрезаю штифт чтобы он был той длины которая мне нужна и вставляю в основу все детали закреплены аккуратно вырезаю кулон по контуру но край получился не такой уж и ровный поэтому я хочу закрыть его нитями из полимерной глины и боковую часть этого кулона я декорирую двумя нитями сначала я накладываю по всему контуру голубую а затем в оставшийся промежуток я вставляю белую и получается ровное и аккуратное оформление после этого кулон запекаю обязательно смотрите температуру и продолжительность запекания на упаковке той полимерной глины из которой вы лепите кулон запечен и можно его собирать первым делом я вклеиваю штифты при помощи круглогубцев достаю штифты из основы макаю их в супер клей и вставляю обратно делать это нужно очень быстро затем беру длинный штифт нанизываю на него крупную бусинку отрезаю его лишнюю часть и загибаю в колечко за это колечко подвешиваю снизу от кулона получается красивая стеклянная мерцающая подвеска для этого кулона в таком явно восточном стиле я решила выбрать золотой шнур края шнура я закрепляю концевиками пружинками и использую замок тоггл это нестандартный замочек который подчеркнет уникальность украшения кулон готов но я хочу выделить еще одну деталь я хочу покрыть лаком центральный элемент калейдоскоп благодаря пленке он и так получился очень гладким и ровным но я хочу добавить ему немного блеска получившаяся разница фактур красиво играет в украшении матовые нити из полимерной глины стеклянные бусины перерывающиеся при свете гладкий глянцевый узор калейдоскопа все это делает украшение очень красивым разные техники прекрасно сочетаются в одной работе используя различные узоры калейдоскопа и разные цвета филиграни можно добиться совершенно потрясающих разнообразных эффектов желаю вам творческих успехов и вдохновения пишите ваши комментарии ставьте лайки если вам понравился мастер-класс и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новинки до новых встреч до встречи